Те все дела, включите нас, чуть-чуть погромче, в прямом эфире новостя. На микрофон уставились Макар Мурковкин и Чапан Сундуков, здрасте. Отложите все газеты и послушайте новости со всего свету. Российские новостя. 7 апреля в ходе выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Президент Владимир Путин заявил, что полный запрет импорта приведет к несоответствию качества и цены российских продуктов мировым стандартам. То есть нельзя, чтобы у нас было вкуснее, чем в остальном мире. Путин подчеркнул, что запрет импорта в конечном итоге нанесет ушерб развитию российской экономики, что недопустимо. Я думаю, дешевую цену на нефть мало какой фактор переплюнет. Президент добавил, что надо давать преимущество нашим компаниям, но действовать необходимо аккуратно, чтобы не нарушить баланс интересов. Хорошо, отлично. И чтоб кто-нибудь потребителя спросил, был бы вообще замечательно. Международные новостя. В Нью-Йорке отказали российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в слиянии трех его особняков в один стоимостью 77 миллионов долларов. Ну понятно, цифра недостаточно красивая. Ждут, пока Абрамович еще домов прикупит, чтоб было 777 миллионов. Комиссия Нью-Йорка назвала желание Абрамовича новым уровнем вопиющего потребления. Ну не знаю, в России это называется инвестициями. Комиссия отметила, что соединение сотрет значительную часть истории и создаст ужасный прецедент. Почему ужасный-то? В США творят во всем мире, что хотят, а Абрамович то же самое делает в США. Отмечается, что группа историков и архитекторов сообщил Абрамовичу, что есть что-то большее, чем доллары и центы, когда кто-то покупает историю. Не проблема, он может расплатиться и рублями. Абрамович сидит очень грустный, как ребенок, и че тут сказать. Не дают ему власти Нью-Йорка дорогуший конструктор собрать. Ну вот и все, что будет дальше, потом расскажут новости.